Сахарный диабет не приговор. Как научиться жить с этим диагнозом полноценной жизнью, рассказывает опытный врач-эндокринолог Инна Бурова на занятиях школы сахарного диабета. Первая такая школа открылась в нашем округе в сентябре в обособленном подразделении номер 4 в Лосино-Петровском по инициативе Минздрава Московской области. Актуальное занятие с пациентами с гипергликомией обосновано печальными цифрами статистики, которые неизменно растут. Ожидается, что в 2046 году распространенность диабета достигнет около 700 миллионов человек, что составляет 10% от всего взрослого населения земного шара. Нормальные показатели гликемии натощак сахара у нас глюкоза травит до 61 миллиона литра, а через 2 часа 7-8 миллиона литра. Для поскольку диагноза сахарного диабета необходимо 2 показателя. Это гликемия натощак, она должна быть более 7 миллион на литр, и через 2 часа или в любой случайно определенной точке, либо утром, в обед и вечером, более 11-1 миллимоль на литр. То мы ставим диагноз уже сахарного диабета. Занятия школы сахарного диабета носят не профилактический характер, а не для тех, кто уже выявил заболевание сахарным диабетом первого или второго типа. Занятия проходят в основном в индивидуальном порядке по будням с 14 до 17 часов. Раз в месяц проходят групповые занятия. Кроме полезной информации, здесь пациенты находят не менее важное для них – поддержку. Слушатели общаются друг с другом, делятся опытом, переживаниями и понимают, что далеко не одни с таким заболеванием. В данной школе пациентам объясняется, как им нужно себя вести в жизни с данным диагнозом, что нужно употреблять, какие продукты желательны, какие нежелательны, что конкретно несет в себе, какие опасности несет в себе заболевание сахарный диабет и, соответственно, как этого лучше избежать. Рассказывается, какие есть препараты современные, какие есть инсулины для лечения сахарного диабета, как их колоть, что нужно делать для того, чтобы лечение действительно помогало. Потому что зачастую таблетированные препараты либо инъекционные инсулины идут в помощь образу жизни. Самое главное – научить пациентов, научить человека, который страдает заболеванием сахарный диабет, именно образу жизни, правильному питанию, правильному ведению повседневной жизни, что такое сахарный диабет. Записаться в школу сахарного диабета можно через врача-терапевта, узких специалистов и на приеме у эндокринолога. Виктория Мельник, Сергей Максимов, Щелковское телевидение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!